Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. МЧС заглянула в частный сектор. Расскажем. Мы начинаем. Снова ЧП на производстве. В мастерской одного из предприятий города на рабочих обрушился металлический стеллаж. В это время там находилось трое сотрудников. Они с травмами различной степени были доставлены в центральную больницу. В понедельник утром 11 ноября в ремонтной мастерской одного из предприятий неожиданно обрушился металлический стеллаж. В это время там находилось трое рабочих. Их придавило конструкции. Они получили серьёзные травмы и были госпитализированы в Бобруйскую центральную больницу. Один мужчина поступил в травматологическое отделение, а двое других – в реанимацию. Вчера проводились диагностические вмешательства. Операции проводились. На данный момент состояние их стабильное. Сейчас планируется сегодня дообследование и, возможно, перевод в общее соматическое отделение, отделение травматологии и хирургии. Следователи проводят опрос коллектива предприятий, изучают необходимую документацию и исследуют состояние рухнувшего стеллажа, способ прикрепления к стене и возможный перегруженность полок. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пожар в жилом доме и возгорание на парковке. Выходные сводку спасателей пополнило два ЧП. В начале недели госавтоинспекторы тоже разбирались в деталях ДТП. Дорогу водители не поделили в центре города. ДТП на пересечении улиц Октябрьской и Интернациональной произошло в понедельник около полудня. Дорогу не поделили Kia Joyce и Volkswagen Jetta. За рулём авто находились женщины. Никто не пострадал. На чьей стороне, правда, будут выяснять сотрудники ГАИ. Ещё одно ЧП накануне приключилось с автомобилем марки Renault. Рано утром 10 ноября сообщение от очевидцев поступило о загорании автомобиля, расположенного на стоянке на улице Западной в городе Бобруйске. Когда на место прибыли огнеборцы, наблюдалось открытое горение кабины грузового автомобиля, а также стоящего рядом прицепа. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь, тем самым спасли рядом стоящие машины, а их было пять. Здесь тоже обошлось без жертв. Причины этого возгорания сейчас устанавливаются. Впрочем, как и ещё одного. Пожар ночью 8 ноября случился на лестничной клетке многоквартирного дома на Семёнова. В результате пожара закупчены стены и потолок четвёртого этажа, повреждены детские санки и лосипед. Эвакуация жильцов не проводилась. Никто не пострадал. Чтобы движение на красную не стало нормой, на минувшей неделе госавтоинспекция провела рейд по правилам проезда перекрёстков. Да и не простых, а замудрённых. Таковых в городе немного. Но этот вы точно проезжали. За полчаса работы ПДД нарушили как минимум трое. Каждый как один убеждён. Он ехал на зелёный. Мы вместе с сотрудниками ГАИ отправились в район двух вокзалов и проверили, много ли тех, кто готов рискнуть жизнью ради выигрышных нескольких минут. Привокзальная площадь и съезд с интернациональный час-пик. Сотрудники ГАИ вместе с нашей съёмочной группой начали вести скрытые наблюдения за перекрёстком. Чуть дальше своего выхода остался ждать ещё один экипаж инспекторов. Сотрудники госавтоинспекции осуществляли скрытый надзор за дорожным движением. Особое внимание уделялось таким нарушениям, как проезд на запрещающий красный сигнал светофора и водителям маршрутных транспортных средств. Скучать не пришлось. Буквально несколько минут и уже первый водитель проскочил на запрещающий сигнал. Через 100 метров его остановили, что для него стало полной неожиданностью. В Беларуси уже вошло в привычку. Увидел ГАИ, моргнул всем встречающимся на пути авто. К слову, в России шофёры давно не практикуют сообщить о ДПС остальным участникам дорожного движения, аргументируя тем, что правила в стране соседки не соблюдает каждый второй. И ставить нерадивых давно пора на место. В Беларуси же нарушителей меньше, но всё же они есть. Проехал на этот самый, набегающий жёлтый. Параллельно с оформлением протокола инспектор проверяет и наличие техосмотра транспортного средства. В стране, напомню, по 10 ноября проводились профилактические мероприятия. Специалисты охотились на машины, у которых отсутствует допуск к участию в дорожном движении. Этой проблеме уже не первый год. За 10 месяцев в области зафиксировано более 25 тысяч таких фактов. Повторно в течение года к административной ответственности привлечено чуть больше 9 тысяч автомобилистов. Осень диктует свои правила. Только за 10 месяцев этого года на пешеходных пешеходах в городе пострадало 12 человек. В такую погоду водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными. Спустя 10 минут в работе светофора не смог разобраться водитель маршрутки. Зеленый действительно горел, но мужчина не учел, что для поворота должна сработать дополнительная стрелка. Вы на зеленую ехали? Он сказал, что на красную ехал. Ну а вы на зеленую? Да. Этот район всегда считался оживленным и проблемным. Строящиеся дома, два вокзала, супермаркет, детская больница и конечная остановка троллейбуса. Для пересечения дороги на перекрестке стоит светофор. Чуть дальше пешеходный переход. Но после введения в эксплуатацию второй многоэтажки зебру перенесли и поставили устройство, сигнализирующее движение. Вот только еще не включили. Я перехожу здесь, мне очень страшно переходить. Я очень жду, когда включат вот эти светофоры, когда они будут работать, когда мы будем переходить именно по разрешающему сигналу светофора. В самое ближайшее время светофор начнет работать. Однако решить ли это проблему с лихачами на дороге покажет лишь время. Ведь это только на первый взгляд. Кажется, мол, нарушение безобидное. Но если не верите нам, посмотрите подборку. Может, это поможет понять. Спешить на темно-оранжевый опасно. Днем позже наша съемочная группа отправилась в очередной рейд, но уже с другим ведомством. Отопительный сезон уже начался, а вслед за ним участились пожары в частном секторе. И такая ситуация в холодное время не редкость. Ради тепла в доме люди перекаливают печи, что и приводит к печальным последствиям. Однако это не единственная проблема. Вопросов к эксплуатации много. Особенно остро они становятся для одиноких пенсионеров. Любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Всем известный факт. И так, пожалуй, во всем. Для этого и собрались инспекторы МЧС и сотрудники территориального центра соцобслуживания, чтобы проверить, напомнить и, если надо, помочь одному из самых уязвимых слоев населения – пожилым людям – об основных правилах безопасности. Мы осматриваем печное отопление, электрическую проводку, наличие пожарных извещателей, общую пожарную безопасность домовладения. По первому адресу в списке вопросов и претензий не было от слова совсем. Пожарные извещатели установлены и работают. Притопочный лист имеется на печи термодатчик, чтобы следить за градусами. Все как полагается. Да и сама хозяйка следит за всем, чтобы не было беды. Вот один извещатель, а вот в моей спальне еще извещатель и на улице извещатель. В свои 83 женщина похоронила всех детей. Остались лишь внуки. Но у них своя жизнь. И до бабушки доезжают редко. Все, что она сейчас просит, так это соцработника, чтобы помочь по дому. В почетном возрасте справляться с хозяйством уже непросто. Принести дров – целая проблема. Ты-то с и он вопрос обязался решить. И в ближайшее время подобрать человека. Слава богу, смотрю в оба, чтобы было все хорошо. Ну, мне надо соцработник, потому что я уже сама не могу ни дров принести, ни брикета. Однако к своей безопасности далеко не все подходят ответственно. В другом доме, куда приехали инспекторы, дверь никто не открыл. Хотя хозяйка была дома. Может, не ждала незваных гостей или была тому другая причина. Неясно. Но ломать двери никто не стал. Комиссия обязательно заглянет в гости сюда еще раз. Настоящим сюрпризом стала третья строчка списка. Началось все по протоколу. Калитку пожилая женщина отворила, в дом пустила. Правда, там нашлось несколько грубых нарушений. В данном домовладении были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Ее хозяйке рекомендовано установить притопочный лист, а также устранить трещины вытопительной печи. Женщина оказалась не одинокой. В этом доме она проживает с сыном, как говорят, любителем горячительных напитков. И комиссия уже выносила предупреждение семье притопочный лист приобрести, печь побелить. Но спустя время недостатки никто не устранил. И на вопрос инспекторов, где сейчас родственник, пенсионерка отреагировала неоднозначно. Отвечать не стала, лишь впала в истерику. Как позже рассказали знакомые, бабушка не совсем здорова. В жизни больной человек, она шлем носит, ну, больной человек. Она ругается, она лишь во что на соседей говорит, да все это я с ней не общаюсь. Вопрос безопасности – это ответственность каждого. Вот только все ли могут нести ее. Однако не стоит забывать, что помощь всегда рядом, стоит только обратиться. Всего же в Бобруйском районе с начала года произошло 43 пожара. Один человек погиб. За аналогичный период 2018-го случилось 40 пожаров. Они унесли жизни четырех человек. Это была Сирена. Ну, а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Продолжение следует...